Ущерб, экс-полицейский Сергей Бакаев, отсидев в колонии поселения срок за ДТП, не выплачивает деньги семье погибшей коллеги. С момента аварии прошло более трех лет, однако денег ни ее сын инвалид, ни родители так и не увидели. У нас на руках оказались документы, информация в которых о возмещении ущерба разнится. О противоречивых фактах расскажет Александр Жарков. У меня в руках документы, касающиеся одного и того же тела. Это постановление об условно-досрочном освобождении Сергея Бакаева из колонии поселения. Здесь указано, что все гражданские иски им полностью погашены. А это постановление о возбуждении исполнительного производства. Здесь указаны цифры, которые определил еще суд при вынесении в отношении него приговора. И получается, что долг до сих пор не погашен. Почему в этом постановлении Кувандыкского районного суда 4 апреля этого года сказано, что гражданские иски родителей погибшей погашены полностью, остается только догадываться. Возможно, для того, чтобы суд принял решение об освобождении Бакаева. Уже спустя два месяца документально подтверждается, что ни копейки, ни матери, ни отцу погибшей выплачено не было. Об этом говорит и отец Ольги Демиткиной. Суд присудил областной. Как подали на областной суд, 150 тысяч мне, 150 жене. 8, где-то 9 тысяч, что ли, последний он погасил. Это вот в этом году уже, да? Да. Эта авария произошла в сентябре 2011 года. Сергей Бакаев, тогда еще начальник уголовного розыска, подвозил свою коллегу. По пути не справился с управлением и на огромной скорости влетел в опору моста. Сам остался цел. Ольга Демиткина погибла на месте. После был суд. Бакаеву приговорили к 3,5 годам колонии-поселения и обязали возместить ущерб родным погибшей. Из 300 тысяч рублей они увидели около 8 тысяч. Сейчас все эти деньги как никогда бы пригодились. Сын Ольги Демиткиной учится в 9 классе. Подростку нужны деньги на учебу, одежду. Пенсии у попечителей, бабушки и дедушки просто не хватает на эти нужды. Учится в школу, ходит в 9 класс. Собственно, траты тоже, да? Траты, книги, сами знаете, книги сейчас какие-то дорогие. И все на себе тоже, обувь и прочим и так далее. Ну что, человек с башкой, как говорится, понимает, что везде у него знакомо. А мы придем, нас пинают. Идите туда, идите сюда. Сам Сергей Бакаев мотивирует это тем, что он не работает. Зарплаты его супруги еле хватает сводить концы с концами. Одна коммуналка чего стоит. Все подробно расписанные платежи он предоставил в суд о рассрочке исполнения судебного решения. Александр Жарков, Петр Рукин, Орин ТВ. Будет ли Бакаев платить пострадавшему, в какие сроки? Судебные приставы изучают детали этого дела и готовят официальный ответ. В ближайших выпусках мы продолжим эту тему.